Еще свежи в памяти олимпийские переживания и не за горами новые старты. Сегодня началась эстафета паралимпийского огня. Его, как и олимпийский, полторы тысячи факелановцев пронесут по всей России. Уже известны именно тех, кто будет участвовать в огненной эстафете в Краснодаре. Среди них и Николай Колбасин, председатель Краснодарской городской общественной организации инвалидов по зрению. Историю его преодоления на пути к Олимпиаде узнала Дарья Безинская. Владислав и Вероника знают сказку про курочку рябу, но все равно любят слушать ее в исполнении дедушки. Николай Иванович Колбасин внукам читает на ощупь, как когда-то читал своей дочери. Сейчас, как и тогда, 30 лет назад он живет полной жизнью, играет и гуляет с внуками. Мы с дедушкой ходим в парк до лета и осенью. А когда зима, читушка сидит, а мы дома занимаемся. Мама в кухне делает, а я играю. Шрифт Брайля Николаю Ивановичу пришлось освоить, когда, будучи мужчиной в расцвете лет, он потерял зрение от бытовой травмы. Множество операций не помогли. И тогда Николай Колбасин начал учиться жить заново. Со временем ему стали доступны книги, специальные шашки, устроился на работу. Спустя 4 года его выбрали председателем городской организации инвалидов по зрению. Николай Иванович начал помогать людям. Тем, которые, как и он, когда-то оказались в тяжелой ситуации. Сейчас в организации более полутора тысяч человек. И каждому нужно найти подход. Помочь с лечением, работой, а иногда устроить небольшой праздник, КВН или турслет. Такая работа может оказаться не под силу и тому, кто хорошо видит. Николай Иванович отдал своему призванию 26 лет. За это время участники организации 9 раз переизбирали своего председателя. Который на словах, деле и в собственном примере доказал. Травма не конец жизни. Да, это огромная сила воли, я считаю. И я бы хотела, чтобы мой сын был тоже такой же, очень мужественный, сильный. Имел огромную волю. И все, да, я горжусь. Пока маленький Владислав, как говорят в деда, активен и самостоятелен. Вероника в свои 6 лет уже мечтает стать олимпийской чемпионкой. Занимается в Краснодарской школе батута. Но и здесь Николай Колбасин подает внукам пример. Он пронесет по столице Кубани огонь паралимпийских игр. Дарья Безинская, Михаил Дроздов, Юрий Клощинов, телекомпания «Краснодар». Я сейчас думаю, что я начал. Я сейчас 궁금инаτικу не закончена, что я сказал.